РАДИО КИРОВГРАД РАДИО КИРОВГРАД РАДИО КИРОВГРАД РАДИО КИРОВГРАД РАДИО КИРОВГРАД Поблагодарить за то, что они переключились на нашу радиостанцию. Они не выключались? Они не выключались, конечно, я уверен в этом. А также поблагодарить хотел, конечно, Сеиды Анары Муса Велинкерани за то, что он принял наше предложение, приглашение, присутствовать в нашем эфире и нашим любимым программами нами, союзный решимый. Я думаю, что он расскажет, конечно, он этнический азербайджанец, владеет арабским, персидским, азербайджанским языком, но с русским языком у него, конечно, немножко хромает, но учится, все впереди. По мере возможности я постараюсь и Хаджи Рагиб, священные аяты Корана постараться переводом наших слушателей, скажем так, донести до них. Ну что, давайте сосредоточимся на том, что же такое, что же такая дата, как Ашура, значит для мусульман. Рагиб, с вас начнем? Я думаю, с ученого. С ученого, все-таки, да. Да, Ашура надо, мухаррам надо. Так не торопитесь, нам нужно еще и понимать, дорогие, пожалуйста, помогайте. Начинаю с имени Аллаха и приветствую имама Хусейна, приветствую Али-Ибн Хусейна, его сына, приветствую его подвижников и соответствую его все спутников. А также всех людей, кто же проживает в мире, приветствую. Махаррам айы, аза айыдир, ки, бу айда, пейгамбер исламын, овлады, имам Хусейн алейхиссаламын, аза айыды, шахадат айыдир. Ва, буй ай мунасибети ил, бутин дюня мусульману, махусен, ахлибет север, инсанары ва, имам-и заман ага-мыз, сахебимиз имам-и заман Аджалаллах Фараджа Хушшшярифи ва, таслият ерзи ерзи. Я, это, всех мусульман с этим мусульманом, который, это мусульман месяц называется имам Хусейна, смерти, мученической гибели имам Хусейна, всех мусульман, сочувствую и соболезную всем мусульманам в мире. И в том числе в голове имам замана, имам времени, 12-го имама, имам Махт, алейхиссалама. Которого она ожидает, да, все мусульмане в мире. Махарам Ай-Барасин, да, ону диабилерики, чёна, билдеймис кими, умумиятля, 3 тэквим мовчуддюр, 1-й тэквим, милад тэквимидир. Мы знаем, что в мире существует три календаря. Лунный календарь, лунный солнечный календарь и ещё наш календарь, который 2017 год. От Рождества Христова. Да, от Рождества Христова. А тот, который лунный календарь, у нас 1439 год. Мусульманский календарь. Да, мусульманский, который сегодня 15-й мухаррам. То есть, 3 тэквим мовчуддюр. 3 тэквимин 1-й милад тэквимидир, ки, Хазрати Иса Пейхэмбэрин анадан dünyaya гэлмэси гюнюнэн гетэрилюр. Это календарь у нас. Мы берем его рождество Исуса, который Иса Алейхиссалам Корану называется его. С его рождени. Да, с его рождени. В 2-й тэквим хичри гэмэри тэквимидир. 2-й тэквим, который хичри гэмэри, это лунный календарь. В 3-й тэквим из-за хичри шэмси тэквимидир. 3-й тэквим, который солнечный календарь читается. Мухаррам айы 3 тэквимдэн 1-й айддир. Это мухаррам читается из-за 1-й календарь, который лунный календарь. Это первый месяц мухаррама, который и первый месяц мухаррама 1438-й перешел на 1439-й. Начало года. Да, начало года. Первый месяц года. Новый год. Да, да. Это мухаррам айы, я хочу сказать, что... Куран-и-Керимин 114 субботник 1-й, Товбе субботник 36-й айасы, Аллах Таала, как говорится. Куран-и, Сур-и Товбе, Аллах Та Барак Абат Аллах, так пишет, так... Доносит на свете. В этом аяте Аллах доносит на свете, чтобы это годы 12 месяцев есть. Есть четыре месяца, которые Харам. Что такое Харам? В этих месяцах нельзя сооружаться, нельзя воевать и так далее. Абсолютно мирные месяцы, которые из них один, это Харам. Харам, в этом месяце Хараме, мы должны уважать, даже уважать наш пророк Слава. Слава Та Барак Абат Аллаха, которые они неправильно жили. И из них, из четырех месяцев, это Мухарам, Зильгитя, Зильгада и Раджаб. Вот это четыре месяца, которые считаются Харам. Так, а если сейчас привязать вот к нашему календарю, то сейчас Мухарам? Да, это Мухарам, сейчас Мухарам. И затем пойдут в полянутые уже три месяца. В этих месяцах, я так понимаю, что нельзя воевать, нельзя ругаться, жить в мире, в доброте, взаимопонимании. И пророк Слава Та Барак нам сказал, что вы должны жить в этом месте, дружно, никого не обижать, не вооружаться, не воевать. Не только между собой, но и вообще, все люди. Мы сейчас посмотрим, и наше сведение поведет это на Муса Вилян короны. Как после пророка Слава Та Барак случилось? Что случилось? То есть, если кто-то, даже кого-то, отца или брата убили, то, что вы должны жить в этом месте. Они даже за это, кровь же, как в Исламе говорят. Они даже в этом месте никого не трогали даже. Вот. 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 У нас восьмой имам, у шиита восьмой имам, имам Рузаал Алисалам, один Шаба... Райя Нибли Шаба, Шабиб, 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 Шабиб. Приходит имам Рузаал Алисалам и спрашивает, какие в этом месте мухарамы, какие хорошие деяния. Что можно сделать, чтобы у Аллаха что-то заработал, как-то. Саваф заработал. Саваф – это, значит, прощение. Говорит, я первый день мухарама зашел имам Рузаал Алисалам и спросил. Говорит, имам Рузаал Алисалам, «Ябнэ шабиб, а саиму анте, эй шабибин оғлу, сэн до оруш тутмузам ма?» Говорит, имам Рузаал Алисалам ответил мне, это первый день мухарам, ты тоже пост держал в этот день? Говорит, шабибин оғлу дир кихир. Говорит, нет, нет. Это первый день мухарама зашел имам Рузаал Алисалам, который был пророком, пророком Закария. Говорит, дуа. Какие дуа? Говорит, «Рабби, хабли мин ладунка зурриятан тэййбэх, иннэка сэммиу дуа». Такой дуа сделал, чтобы, эй, раб, дай мне такой святой хороший ребенок, потому что ты послушный Аллах. Получается, он дуа сделал и просит у Аллаха ребенка. Да, ребенка просит хорошего. Наследника. Да, наследника просит. Говорит. 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 У Закария пророка Закария дуа и, молитву принял и сказал, чтобы своему Ангелу отдай то, что просит Закария. Дай ему сына. Данитет и мусульта. 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 Шайтан. Не веруешь? Ты, значит, на темной стороне. Шайтан, в том числе, что они являются злодеев. А, которые верят в шайтан, у них есть... Я понимаю, что они постоянно зло делают. Да, зло делают, да. И пытаются друг другом людей травить. Да, да, все верно. Вот у них такие деяния, поступки. О, конечно, кто имам Хусейн? Я так понимаю, немаловажная личность в нашей беседе. Вот родился Хасан, первый сын, потом Хусейн родился. Хасан Хусейн это читается пророку, потомство пророка Салават Аллаха. Почему? Некоторые говорят, что это не потомство пророка Салават Аллаха, потому что от дочери не идет потомство. А не так. А Коран говорит, что нет, идет. Коран есть аят такой, что Иисус, потомство Ибрахима. А какое потомство? У Иисуса не был отец, только мать была. А читается, значит, и имам Хусейн тоже так же, читается потомство пророка Салават Аллаха. И когда имам Хусейн родился, его привели пророка Салават Аллаха. Сказали, я, Расал Аллах, я, вот, возрождение, перенесли к пророку, чтобы тот выбрал для него имя. Посланник Аллах сказал, я не буду опережать Господа в выборе. Имя не для этого ребенка, выберет Господь. Скорее ему явился Джабраиль и сказал, вместо Али рядом с тобой, как вместо Хауруна рядом с Мусой, так дай сыну Али то имя, которое звали сына Хауруна. Мухаммад спросил, а как звали сына Хауруна? Джабраиль ответил, Шабир. Шабир. А как будет по-арабскому? Сказали, по-арабскому будет Хусейн. Вот назвали его Хусейном. И когда Асма, еще одну скажу, Асма, служанка в доме Фатимы Захрия Али, принесли новорожденную пророку, когда пророк взял его, увидели ребенка и плакал. Начал плакать. О Господь, прокляни его убийцу. Асма насилил его пророка второй раз. То же самое. А потом Асма спросил пророка, ты плакали сегодня и в первый день. Да будут мои родители жертвы за тебя. Скажи, почему ты заплакал. А пророк ответил, я плачу из-за внука своего, которого убьют тирана из племени Умайядов. Да, прокляни ты их Аллах. Пророк заранее уже знал, что Хусейн убьют именно Месси Махарам. Месси Махарам и за это плакал. Простите, может мы прервемся все-таки, у нас середина часа. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Давайте. Продолжается наша передача. Оленур Гусейнов. Владимир Семетанин. Да, мы ведущие сегодняшней передачи. У нас в гостях Рагиб Мамедов, руководитель религиозной организации мусульман-шеитов нашего региона. И Сеид Анар Мусави Линкерани, теолог, приехал к нам из Ирана для того, чтобы пообщаться с представителями ислама. И мы сегодня говорим об Ашуре. Правильно, да, говорим? Да, Ашуре. А месяц Махарам, который сейчас, собственно, у мусульман продолжается. И впереди мы уже проговорили еще. Махарам Айнанин фазилетлеры очень много, но в этом году, как мы знаем, что он родился, Аллах, в Коран-и-Кериме, в Али-Имране, в 61-е, что он родился, что он родился. Он говорит, что он говорит, Аллах говорит, что имам Хусейн читает его сына. Можно про Мухарама Мунага говорить, мы будем коротко все, потому что время мало. Учитывая, что времени не надо много. И Пророк Салават-Илла говорит, Пророк Салават-Илла говорит про имам Хусейна. Хусейн от меня, я от Хусейна. Он мой сын. Он мой сын и я от Хусейна. Почему говорю? Потому что за 23 года Пророк Салават-Илла создал и принес нам Ислам. И Пророку Салават-Илла отдано было Коран. Если бы не был имам Хусейн, тогда Ислам нам не дошел бы. Его, как сказать... В таком состоянии мы бы не видели Ислама. Не видели бы. Пророк Салават-Илла Потому что пророк принес нам ислам, а его нам доставил имам Хусейн. Я хотел бы сказать Иисусу, который мы читаем. Иисусу отдана Библия, и Муса, Моисею тоже отдана Тора. Если у них был бы тоже, как имам Хусейн, и у них Библия и Тора не переделали бы, как был бы, так и нам досталось. Но мы завет старый завет проводим, да. Ну, понятно, что мы представителям других веры. Режиссариants teams страны multiplicали. Да. Но имам Хусейн, который говорит, что он сохранил ислам. Ислями небеви юли худус и Хусейн юли бэга. Ислями небе юли бэга, он сохранил исламу, но его сохранил исламу, имам Хусейн. Ислями небе юли бэга, он сохранил исламу, имам Хусейн. Ислями небе юли бэга, он сохранил исламу, имам Хусейн. То есть это война? Да, это война была. Вот 72 человека против 30 тысяч человек. Представьте. Имам Хусейн сражался между честностью и несправедливыми людьми. Они отстаивали свою родную землю? Так я понимаю, что имам Хусейн с перевода Хаджирагипа был как раз против того государя, который правил тот момент. И против него его пригласили в Хирбала, его подвижники. Не пригласили, вот смотри, я вам скажу. И написали ему письмо. Почему имам Хусейн с ними воевал? Потому что они имени ислама пришли в халифат. Это был Муавия, сам Муавия, язид имени Муавия. Они пришли в халифат и хотели управить исламский халифат. Они все, как сказать, то, что ислам говорит, не пей, они пили. Без нового нельзя пить, они пили. Они нарушали ислама и хотели выше ислама стоять. Из-за этого, получается, у них и между собой война. Потому что мой дед принес ислам, не такой ислам принес на мой дед. А, теперь ясно. Сейчас тоже есть, которые обвиняют ислама с террором, с насилием. А, если мы посмотрим, даже если мы будем смотреть, приходит весь мир, посмотрите, чтобы против террора. Ислям против террора, который имам Хусей против террора воевал. Ислям, алейхи салам, зорачилыга мэрус калиб. И террором мебариде аппарат. Ислям против террора воевал. Против насилия воевал. Ислям, алейхи салам, 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 салам. Ислям, алейхи салам, 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 Собираются, вспоминают имама Хусейна, и как раз там, получается, они выражают таким образом свое недовольствие против насилия. Да, все верно. Ислам читается мирный и дружный вера, и это хочет показать имам Хусейн. Майу Хусейн, алихи салам, нынешние три последствия в ише причина. Майу Хусейн, алихи салам, их таки, выражают, иск. Имам Хусейн, алихи салам, ик. Продолжение следует... 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 анетеолог. Спасибо вам большое. Всего доброго. Алейкум и саламу. Владимир Сумитарин. Проданность заканчивается. Через две недели Союз Нерушимый снова в эфире. Не прощаемся. До встречи. До встречи. Спасибо. Союз Нерушимый